Добрый вечер! Вы смотрите информационную программу новости 24 Саратов. В эфире ее ведущие Александр Махеев и Елена Бубенкова. Вместе с вами мы подведем итоги уходящего года. В начале выпуска мы познакомим вас с главными событиями сегодняшнего дня. Он запомнится саратовцем многокилометровыми пробками. Из обильного снегопада затруднение движения наблюдалось на всех главных магистралях города. Пробки фиксировали на Шахурдина, проспекте 50 лет Октября, танкистов, Несницкой и Усть-Курдюмском шоссе. Ситуация усугубилась большим количеством ДТП. Между тем, метеорологи прогнозируют отсутствие осадков в новогоднюю ночь и понижение температуры до минус 20. Зато уже в первые дни нового года мороз спадет. В первые январские дни характер погоды будет иметь тенденцию к повышению температуры. К 4 января ночные температуры по районной области повысятся от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные от 0 до минус 5 градусов. Осадки будут носить символический характер. Снег будет уплотняться и метелевые явления будут прекращаться. Тем временем автовладельцев просят временно воздержаться от поездок на личном транспорте, а также убрать автомобили с проезжей части, чтобы не создавать помех коммунальным службам. Машины, мешающие уборке снега, будут эвакуироваться. Взять под персональную ответственность вопросы жизнеобеспечения в новогодние праздники потребовал глава региона от руководителей муниципальных образований в селекторном совещании в правительстве. По словам губернатора, необходимо быть готовым к рабочим моментам. В первую очередь к таким, как погодные явления. Для всех глав говорю. Ежедневное общение с населением, особенно где есть точки напряжения, по ряду разных причин. Электричество ли отключили, чрезвычайная ситуация, дорожные условия. Надо быть там на местах, общаться с жителями, разрешать все эти проблемы, снимать. Вот для этого задача власти есть. Не ожидать, что какая-то диверсия будет извне, а вот чтобы внутри не порождать недовольство бездействием власти. Погода в уходящем году преподнесла немало сюрпризов. В 2014 запомнится большим числом ДТП, пожаров и уголовных преследований. Одно из самых громких приговор бывшему главе Энгельской администрации. Михаил Лысенко был осужден за взятку с вымогательством на 7,5 лет колонии. Вспомним о событиях уходящего года вместе с Екатериной Ковальчук. Еще одно громкое уголовное дело завершилось в декабре этого года. За убийство жителя Пугачева, десантника Руслана Маржанова, 18-летний Али Назиров был осужден на 9,5 лет колонии общего режима. Напомним, после гибели молодого человека в городе прокатилась волна акций протеста. Количество дорожно-транспортных аварий по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 11%. В области произошло около 3000 ДТП, в результате которых погибли более 400 человек. Одна из резонансных аварий случилась в мае. В Саратовском районе на мосту у села Престанное 26-летний водитель МАЗа сбил полицейского при исполнении. От полученных травм сотрудник ДПС скончался на месте. Причина аварии – водитель большегруза заснул за рулем. Еще одно громкое ДТП произошло в ноябре. На мосту Саратов-Энгельс лоб в лоб столкнулись две иномарки. Водителем одной из них оказался заместитель руководителя Следственного комитета Энгельса. От полученных травм Евгений Куракин скончался на месте. В августе этого года жителей Саратова потрясла смерть пенсионерки на воде. На реке Саратовка в районе села Шумейка житель области наехал на катере на купающуюся женщину. Пенсионерка погибла на месте. Одна из загадочных смертей этого года произошла в Энгельсе. В августе в одной из проток реки Волга было обнаружено тело министра председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Анатолия Морсина. По одной из версий следствие, катер, на котором плыл чиновник, врезался в неизвестный предмет. В результате столкновения мужчина вылетел за борт и попал под винт. Следствие по этому делу продолжается. Начало и конец года запомнится саратовцам крупными пожарами. В феврале загорелся один из продовольственных рынков города Синной. Огонь вспыхнул сразу в нескольких местах. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Здание практически полностью было уничтожено огнем. В ночь на 1 декабря произошел пожар в частном доме на улице Большая Горная. Горела квартира на первом этаже. В результате происшествия погибла 7-летняя девочка. Через несколько дней в больнице скончалась и мать. 14 декабря в поселке Зоринский прогремел взрыв в одноэтажном строении. По предварительным данным в одной из квартир произошла утечка газа. В результате этой трагедии погибли 3 человека. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, Максим Пустовалов, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Целый ряд уголовных дел в 2014-м был связан с именами известных чиновников. У кого-то процесс достиг апогея, у иных он по-прежнему в самом разгаре. У третьих завершился. Так, виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере признан депутат Гордумы Владислав Малышев. Между тем за него спустя два месяца вступилась Ольга Алимова. На своей пресс-конференции депутат Госдумы сказала, цитирую, «Я хотела бы, чтобы в следующем году суд принял решение по закону, а не по телефонному праву». Это высказывание вызвало большой ажиотаж среди областных депутатов. По их мнению, Ольга Алимова не имеет представления о процессе уголовного расследования. Ведь прежде чем дело попало в суд, была собрана большая доказательная база вины депутата Малышева. Ее суждение, но это только ее суждение. К сожалению, Ольга Алимова частенько делает такие суждения. На протяжении всего этого дела она периодически заявляла об этом. Я думаю, что может быть здесь личная заинтересованность, а может быть действительно она считает его невиноватым. Но она делала и по другим такие заявления, сомнительным личностям, о которых СМИ в том числе пишут абсолютный негатив. Самый долгожданный подарок к Новому году – открытие очистных сооружений власти приготовили сегодня жителям поселка Ускурдюм. Напомню, несколько лет люди добивались того, чтобы в поселке появилась чистая питьевая вода. С темой продолжит Юлия Шишкина. Валерий Радаев принимает работу на самом важном объекте села Ускурдюм – водоочистной станции. Несколько лет селяне жили без питьевой воды. В кран она подавалась прямо из Волги. Мутная и плохо пахнущая. Строительство очистных затянулось лет на пять. И вот результат. Разработчики оборудования уверяют, что учили особенность вооружской воды в Ускурдюме. Она отличается повышенным содержанием органических веществ и микроорганизмов. Здесь применен лучший отечественный коагулянт Акваврад-30. Специально разработан для вовской воды. По словам инженеров, здесь самое передовое оборудование с высокой степенью автоматизации. Есть испытательная лаборатория, где воду проверяют по многим параметрам. На нитраты, сульфаты, хлориды, запах, мудность. Сметная стоимость проекта – 50 миллионов рублей. Станцию строили в рамках программ «Федеральная чистая вода» и «Областной». Обеспечение населения Саратовской областью питьевой водой на 2011-2015 годы. Вода есть. Теперь за вами право все это обсудить. Как это, насколько и во сколько это будет обходиться подавать питьевую воду, чтобы не было здесь разных толкований. Поэтому понимание должно быть, что сегодня при всем, при том, чистая вода – это самое дорогое. Это событие, которое очень долго ждали. Но будем надеяться на то, что курдюмцы почувствуют чистоту этой воды и все наладится. Мощность станции – 110 кубометров воды в час. Инженеры обещают, что она обеспечит питьевой водой всех жителей села. Это полторы тысячи человек. И даже рассчитано на прирост населения. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. В новом году в Саратове откроются четыре новых дошкольных группы. Как в школе номер 11 на Соколовой горе, первый этаж правого крыла учреждения, а это тысяча квадратных метров, отдали под детский сад. Когда-то здесь были учебные классы, которые в последние годы пустовали. Группы рассчитаны на 80 мест. Детей здесь смогут принять уже в январе. На реконструкцию школы было выделено 28 миллионов рублей. Здесь утеплили фасад здания, отремонтировали кровлю, заменили систему отопления и канализации. Восстановили спортивный зал. Я думаю, что ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Вот именно по Соколовой горе, я думаю, будет ликвидирована полностью. В феврале планируют открыть долгожданный детский сад в селе Усть-Курдюм. Это бывшее здание начальной школы, в котором в последнее время располагались несколько организаций. Помещение отремонтировали в рекордно короткие сроки, за два с половиной месяца. Садик рассчитан на 30 детей. Это первое дошкольное учреждение в селе, где проживает 350 человек. Раньше до ближайшего детского сада было 5 километров. Старатовские яблоки, стиральные порошки и троллейбусы, эти и другие позиции, собираются производить на территории региона, чтобы не зависеть от иностранного производителя. А еще в уходящем году строили заводы и мосты, закладывали камни будущих масштабных объектов, сеяли и убирали хлеб. О главных достижениях и перспективах промышленности и сельского хозяйства в сюжете Юлии Шишкиной. Вот такого, ребята, вы еще не видели. В эту уборочную кампанию губернатор восхищает не только колонна тракторов в Татичевском районе, но и урожай хлеба. Саратовский каравай-2014 – это 3,8 миллиона тонн зерна. По этому показателю регион стал лидером Приволжского федерального округа. В октябре на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2014» саратовская сторона подписала сразу пять соглашений об инвестиционных проектах на общую сумму 25 миллиардов рублей. Региону было что продемонстрировать и в этом году. В августе в Энгельском районе открылся центр коллективного пользования «Покровские овощи». В России таких всего два. Линия обеспечивает очистку, сортировку, упаковку и укладку овощей для транспортировки. Кстати, и мост Саратов-Энгельс серьезно отремонтировали. Полностью поменяли дорожное покрытие, деформационные швы, установили новое освещение. Строители подарили ему еще 15 лет жизни. На 80% готов новый мост через Волгу в Балаково. Эта стройка – образец местного производства. Стройматериалы, металлоконструкции, проект «Все Саратовское». Сегодня в условиях эмбарго и курса на импортозамещение в России Саратовский регион вспомнил былую славу своих заводов. Губернатор поставил задачу – возродить Саратовский авиационный завод «САС». Местное предприятие «ЗАА». «Алмазфазотрон» как раз разрабатывает электронные комплексы для систем вооружения и оборонной промышленности России. В свой вклад в отечественную промышленность готова внести и «Энгельская троллза». Завод способен выпускать по три троллейбуса в день любой комплектации. Востребованы продукции Балашовского текстильного комбината, единственного в России производителя полиамидных тканей. А руководители «Росбытхима» – этот завод под «Энгельсом» производит стиральные порошки, мыло, шампуни – вообще замахнулись на то, чтобы создать здесь центр бытовой химии России. Цель-то какая? Правительство хочет показать, что вопрос импортозамещения он может быть толчком для развития нашей промышленности. Полное импортозамещение – дело небыстрое. Первые его плоды в Саратовской области можно будет отведать года через три, когда соберут урожай яблонь, сорта «Беркутовка», который посадили осенью в Корольковом саду. Юлия Шишкина, Евгений Шенченко, Максим Пустовалов, Алексей Фенин. РЕН-ТВ. Саратов. Уходящий год запомнился чередой скандалов в социальной сфере. Продолжилась тярба по делу новострой, а к ней прибавился запланированный снос еще одной многоэтажки в юбилейном. Итоги социальных неприятностей и происшествий в нашем следующем сюжете. За свое жилье жители Волжского района решили бороться не на словах, а на кулаках. Скандал в юбилейном разгорелся из-за этого таунхауса. Владельцы коттеджа решили, здесь не место многоэтажному дому. Подали в суд и выиграли. Таунхаус постановили снести. Заложниками правосудия теперь являются 20 семей. Мы прекрасно понимаем, что существует решение суда, но и прекрасно понимаем, если будет найден юридический процесс решения этого вопроса, и он будет упираться в договоренность с теми местами, которые сегодня, мы, конечно, готовы встречаться и договариваться с этими людьми, предлагать им пути решения совместно с теми застройщиками и с ответчиками, с ограждениями, которые проживают в этом доме. Уже несколько инстанций согласовались снос дома, но жители еще надеются найти другой выход. В юбилейном это уже второй крупный жилищный скандал. Два года тянется тяжело по делу новостроя. Десятиэтажки мешали полетам. За это время наказание понес только один из бывших руководителей компании, обманувший две сотни человек. Два года условно назначили Владимиру Зимину, ранее возглавлявшему новострой. Общий вред, который был установлен судом, превысил 180 миллионов рублей. Это вред, который причинен гражданам и организациям от реализации жилых и нежилых помещений в данных домах. Буквально месяц назад дольщики новостроя наконец дождались светлой полосы. Росавиация разработала новый план полетов и заявила, что дома можно вводить в эксплуатацию. Запомнился уходящий год не только социальными скандалами, но и состраданием, на которое способны жители области. Летом в Саратов начали приезжать организованные группы беженцев из Украины. Чиновники, бизнесмены и простые жители региона помогали им обустроиться в чужой стране, обеспечивали жильем, едой и предметами первой необходимости. После регистрации наши люди получат первую материальную помощь до 3000 рублей. Это через город Саратов. И папы с мамами, имеющих детей до 14 лет, один из родителей, которые работают, тоже получают материальную патишку. Под конец года нерадостным событием для жителей региона стал рост цен на продукты питания. В среднем на 10-15% подорожало мясо, хлеб, яйца и некоторые крупы. Причем прогнозы специалистов не радуют. После Нового года цены на ряд товаров могут вырасти еще процентов на 10. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Говоря о социальной сфере, промышленности и происшествиях, не стоит забывать и о культуре. В 2014 году в Саратове произошло сразу несколько значимых событий, связанных с этой интеллектуальной сферой. Открылись новые музеи и выставки. О наиболее важных эпизодах культурной жизни региона расскажет Анастасия Куклева. Культурная жизнь региона в этом году насыщена и богата на юбилеи. Первые жители области отметили в феврале. В день всех влюбленных в Саратовскому театру юного зрителя исполнилось 95 лет. Юбилейные торжества также приурочили к столетию Юрия Петровича Киселева. В день праздничных мероприятий на здании ТЮЗа появилась табличка с постоянным адресом театра. Площадь Киселева-1. Юрий Петрович Киселев всю свою жизнь строил театр-дом. Это действительно было некое подобие семьи, где были отношения между руководством, актерами, всем коллективом. Не делился коллектив на творческий и нетворческий. Это была такая позиция. Главное событие Года культуры произошло в мае. После пожара и реконструкции своей двери для саратовцев и гостей города распахнула областная филармония имени Шнитке. Участие в торжественной церемонии открытия принял лично министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. На обновленной сцене выступили народные артисты Советского Союза и России. Они презентовали саратовскому слушателю два рояля. Еще два года назад мы приняли решение в первую очередь не ввязываться в новые дорогостоящие проекты, размазывая федеральные деньги ровным слоем по большому количеству инновационных и новых строек, попытаться в первую очередь завершить те проекты, которые уже идут в регионы. И в этом отношении мне кажется, что саратовская филармония как раз хороший пример такого очень важного, нужного проекта. Ну, тем более совпало с Годом культуры. После летних каникул жители отмечали еще один юбилей. В ноябре открылся Третий Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского. В этом году он был посвящен 70-летию великого артиста. Вниманию саратовской публике было представлено 12 спектаклей ведущих театров России. Еще одно значимое событие в жизни региона – приезд патриарха Московского и всеяруси Кирилла. За время своего визита он открыл новый храм на территории Саратовского государственного университета и совершил всеночное бдение в Покровском храме. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Это последняя информация в уходящем году. Увидимся с вами уже в следующем. Мы же желаем вам удачных праздников и новогоднего настроения. До свидания. Развивать экономику регионального и федерального масштаба. Создавать новые рабочие места. Делать повседневную жизнь ярче, богаче и интереснее. Все эти задачи стоят перед бизнес-сообществом. Проект «Бизнес-класс» расскажет, кто эти люди и как они добиваются успеха. Добрый день. Меня зовут Наталья Михеева. И в этом выпуске мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы построить свой собственный маленький поселок и что является гарантом успеха на собеседовании. Практически любой бизнес, связанный со строительством, это большие капиталы вложения. И почти такие же большие проблемы бюрократического характера. И только самые амбициозные и целеустремленные предприниматели смогут добиться успеха. О том, как построить свой маленький поселок недалеко от Саратова и сложно ли убедить человека купить себе новый дом. Смотрите прямо сейчас. Амбициозный проект «Дубки Хаус» – это коттеджный поселок эконом-класса. Его главная особенность – каркасно-панельная технология строительства. По всему миру ее уже давно используют. В Саратове построить такие дома решила Екатерина Дьяконова, руководитель проекта «Дубки Хаус». Это как-то очень случайно произошло, вот эти все разговоры знакомых, друзей о том, что вот хотелось бы жить за городом, но как-то все не всегда доступно, удобно. И переезжать из квартиры на дачу и обратно тоже как-то не совсем удобно. Ну и как-то все это меня навело на такие мысли, что почему бы и нет. Это, конечно, не одномоментное такое решение. Я к этому шла несколько лет. Потом консультации различные проводила со специалистами, идущими строителями нашего города. И, в общем-то, на свой страх и риск уговорила очень хороших специалистов, привлекла к себе. Мы молодая организация, так скажем, всего несколько лет, молодая компания. Но мне повезло везде тем, что со мной работают очень квалифицированные специалисты. И, в общем-то, я спокойна. Бизнес, связанный со строительством, сам по себе очень проблематичный. Кроме хорошей идеи и серьезных материальных вложений, нужно еще огромное количество согласований и разрешений. Индивидуальное жилищное строительство, малоэтажное, то есть, да, когда мы говорим о строительстве котельного поселка, предполагают, что у нас есть возможность разбить процесс застройки на несколько очередей. Соответственно, это, в отличие от многоэтажного строительства, в общем-то, другой абсолютно вариант финансирования и экономических составляющих. Потому что мы в любой момент можем как-то и адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре рынка постоянно, да, что мы сейчас видим. Вот, то есть, если для того, чтобы построить большой, высокий, там, многоэтажный дом, нам сразу нужны, там, глобальные вложения, то здесь у меня потихоньку-потихоньку человек решил построить дом по такой технологии. Купил себе сам участок, вот его построил, построить его это одно, к нему еще нужно подвести коммуникации. Вот, большинство компаний, которые занимаются правительством, может быть, подобных, да, дому, они об этом не говорят, поэтому зазывают их, скажем, такими низкими ценниками. В наших таких самых смелых ожиданиях, это все-таки вот этот вот участок земли, который мы сейчас осваиваем, превратить в такую какую-то вот интересную, милую, красивую деревушку, что так говорю, но как-то это вот, ну, с маленьким магазинчиком, детской площадкой, где всем будет уютно жить и, в общем-то, комфортно. Сейчас уже построена половина первой очереди домов. Все они выполнены в одном стиле. По проекту поселок будет состоять из 70 построек на двух улицах. Цена домов варьируется от 2,5 миллионов рублей и выше. Таким образом, дубки Хаус дают возможность почувствовать комфорт загородной жизни по цене квартиры. Яркая блузка или строгий пиджак? Каждый день мы задаемся вопросом, что же надеть. Грамотный подбор одежды – это уверенность в себе и половина успеха предстоящего мероприятия. Как эффектнее выглядеть на собеседовании и что надеть руководителю организации на корпоратив? Прямо сейчас – советы от профессионального стилиста Юлии Путиной. Юлия Путина – стилист, шоппер в разных торговых центрах города Саратова, преподаватель курса стилистики в арт-студии «Чердак». Работает с глянцевыми журналами города, занимается фэшн-съемками и рекламными компаниями крупных брендов. Выбор одежды – вопрос более важный, чем кажется на первый взгляд. И подходить к нему стоит серьезно. Что надеть руководителю на корпоратив или в чем ходить каждый день на работу в офис? Юлия Путина поможет сделать грамотный выбор в магазине «Оффстайл». Встречать, да, конечно, по одежке, смотря, куда девушка идет устраиваться. Если она идет устраиваться в небольшую компанию, в клинингу, допустим, чтобы мыть окна, я думаю, что вряд ли одежда там необходима. А если она идет в трансконтинентальную компанию на должность топ-менеджера, конечно, это почти 80 или даже 90% успеха. В таком образе спокойно может позволить себе пойти руководитель крупной компании в пятницу, не надевая джинсы, допустим. Красная юбка, белая рубашка, жилет из букле. Так она будет выглядеть ярко, стильно и модно. Я советую сочетать такую яркую красную юбку только серым, белым, черным и бежевым. Потому что красный цвет и так уже довольно-таки сильный акцент в этом образе. Этот комплект идеально подходит для собеседования. Собеседование – это самый важный шаг в жизни каждой женщины. Прийти, познакомиться с новым руководителем, произвести правильное впечатление. Я считаю, что для этого не подходят черные стандартные костюмы. Лучше выбрать серый. Он может содержать какие-то небольшие принты. Талию обязательно подчеркнуть широким ремнем к ушаком. Вниз можно надеть бежевую, белую или, может быть, нежно-голубую блузу. Вы будете выглядеть стильно, аккуратно, со вкусом и произведете впечатление смышленой и одаренной дамы. С помощью советов Юлии Путиной и одежды от магазина Оффстайл ваше собеседование закончится ослепительным успехом. А на корпоративе вы сможете произвести должное впечатление. И для кого не секрет, что встречают по одежке, а провожают по уму. Независимо от того, как вы выглядите, оценивать будут ваши профессиональные качества. Как их повысить и приумножить. Специально для ответов на эти вопросы создан наш проект «Бизнес-класс». И, возможно, именно вы станете героем нашей следующей программы. С вами была Наталья Михеева. Проект «Бизнес-класс» на канале «РЕНТОВНЫЙ САРАТОВ». Квартира рядом с заповедной лесной зоной и всего в 15 минутах от самого центра города. Это не фантастика. Это молодость. Совершенно новый жилой комплекс в Октябрьском ущелье от проверенного застройщика компании «УМ-24». В Октябрьском ущелье строится престижный экологичный жилой комплекс. Небольшие пятиэтажные корпуса у лесопарковой зоны с фантастическим панорамным видом для достойной и благополучной жизни. Тихий уголок во Фрунденском районе. А совсем рядом одноименный спортивный комплекс «Молодость». Первый этаж дома займет цивилизованная парковка, которой хватит для всех жильцов. Предполагается огороженная территория, ухоженные газоны, детская площадка и собственная котельная. Престижные эко-квартиры в жилом комплексе «Молодость» с высотой потолков 3 метра, пластиковыми стеклопакетами, фасадным утеплением и свободной планировкой. Именно сейчас оптимальное время приобрести квартиру, ведь на начальном этапе ее стоимость наиболее привлекательна. Гарантиями своевременной сдачи могут стать репутация компании «УМ-24», регистрация договоров долевого участия в рекпалате, а также страхование каждого договора за счет застройщика в крупной страховой компании. Телефон 393950. Приобретение квартир в комплексе «Молодость» на территории Октябрьского ущелья у компании-застройщика «УМ-24». Телефон 393950. Проектная декларация на сайте ум24.ру. Взгляните. Вокруг клондайк подлинных сокровищ. Салон отделочных материалов «Клондайк». Начинается он с декоративной лепнины из полиуретана Европласт различных размеров и форм, повторяющих любой изгиб. Всевозможные гладкие и рельефные декоративные покрытия для стен из Италии, Франции и России идеально передают любую фактуру, цвет и рисунок. При выборе межкомнатных дверей оказывается, что действительно качественные двери по разумной цене – большая редкость. И эта редкость в салоне «Клондайк». Фантастический выбор межкомнатных дверей и перегородок, в том числе нестандартные размеры и окраска в любой цвет и даже с глянцевым покрытием. Солидные двери по разумной цене и скидка 15%. Широчайший выбор дизайнерских обоев из Европы и Америки позволит выразить любую идею дизайнера. Также целый спектр натуральных пробковых, тростниковых и бамбуковых обоев. Салон «Клондайк». Бескрайний простор интерьерных материалов для квартиры и загородного дома. Салон отделочных материалов «Клондайк». Адрес – Рахова 171-179. Между Зарубина и Кутикова. Телефоны – 250-760 или 27-44-27. Отделочные материалы в салоне «Клондайк». Тепло в доме создают камин, ковры и красивые шторы. Вот за этим-то главным красивыми шторами стоит зайти в один из салонов «Текстильный центр». Еще один салон «Текстильный центр» открылся в центре заводского района, на площади Арджиникидзе. Огромный ассортимент домашнего текстиля. Ковры, покрывала, полотенца, скатерти. И, разумеется, ткани для штор с качественным пошивом и эксклюзивный подход художника-дизайнера. Интересная новинка и свежие веяния – технология выжигания. Посмотрите, теперь мы можем сделать любой, даже невероятно сложный художественный рисунок практически на любой ткани. Резной рисунок на ткани придает невероятную легкость восприятия и элегантность. Сложный узор ламбрекена может повторять рисунок тюля, как в данном случае, или быть самостоятельным элементом. Такая технология выжигания делает штору притягательной для взора и способной удивить даже самых искушенных гостей. Данный образец вобрал в себя оттенки модерна, классицизма и в то же время ультрасовременные веяния. Такая штора станет центром интерьерной композиции благодаря яркости и выразительному контрасту красного на фоне атласного белого. Великолепные художественные идеи в сочетании с хорошими тканями и современными технологиями создают то, что впоследствии становится классикой. Поразительный выбор идей для интерьера, тканей для штор и собственная мастерская делают салоны «Текстильный центр» оптимальным решением для тех, кто выбирает шторы для любимого дома или квартиры. Салоны «Текстильный центр» в Энгельсе, улица Транспортная, 25, в Саратове, в Ленинском районе, улица Антонова, 8, в центре Кутихова, 94 и новый салон в Заводском районе на площади Орджоникидзе, 1, телефон 26-44-51. Салоны «Текстильный центр» 26-44-51. Салоны «Текстильный центр» 26-44-51.